Нет, все нормально, это касается всех женщин. Все женщины привязаны к своим детям, и я поэтому об этом говорю, чтобы они чуть-чуть отвязывались. Крена никакого нет, все женщины такие. У меня мать тоже. Олег, ты где? Ты хорошо одеваешься, тебя кормят нормально? Мне уже 52 года, Олегу уже. Мама все равно, остается мамой, что не сделаешь? Нет, я имею в виду крема ребенка. В каком смысле? Ну, вот ты говоришь, что надо ему развиваться как личности. То есть у него как-то отставаемое в развитии? Нет, то же самое у всех молодых парней. Тоже все в компьютерах сидят, сейчас с компьютерной игрой. Ну, тогда вообще развитые, видите, отлично. Ну, и беспокоиться у меня как-то, да, с мамой? Беспокоиться – это не способ жить вообще в принципе. Беспокоиться означает просто лень души. Вот человек ко мне, допустим, подходит, говорит, Олег Геннадьевич, я беспокоюсь. Можно уже дальше не продолжать. А можно вот этот стакан, там что-то было, по-моему, что-то лимонное, можно мне, чтобы я чистую воду пил? Ну, другой стаканчик заменить просто его. Потому что это такое ощущение, что что-то напиток какой-то был. Вот. Ну, то есть, другими словами, Беспокоиться, когда человек, он не хочет трудиться душой. Допустим, взять, сын в армию идет, и мать плачет. Плачет она, значит, не хочет трудиться душой. Она беспокоится. То есть, она не хочет, вот у нее трудности наступили в жизни. Она женщина, она должна на это отдавать свои силы. Она не хочет, она плачет, ей плохо. Почему плохо? Потому что она не хочет трудиться душой. А она должна просто сесть перед алтарем, начать молитву, и в ней успокоится сердце по поводу него. Она скажет себе, все, будет хорошо с моим сыном. Вот это правильная позиция в жизни. Ты отдаешь силы, становишься счастливым, и сил, сын защищенным становится. А если мать беспокоится, то сын не будет защищенным. Он будет тоже беспокоиться, так же, как ты. Поэтому решайте для себя, как вам жить. Или беспокоиться, или молиться. Есть только два варианта. Молиться означает перешагнуть через себя, трудиться душой, заставить жить правильно. А беспокоиться — это неправильная жизнь. Это жизнь, приносящая всем только одни проблемы. Я думаю, что действительно молитва, она отводит в виду, пытается молитву делать как-то жилье. Да, здорово. Миллион, миллион аллый срок. Подождите, подождите это. По-мужски. Нет, нет, никакого монстра. Я услышала ваше слово, что, как вы тут говорите, нет проблем, есть определенные объемы. Конечно. И вот у меня прямо подождает, когда вот эта лекция вот этого пройдет, что... Никого монстра, все нормально? Нет, все. Да, а она выслышала, что это уже как-то дикт Минси. Да нет, вы так слышите. Вы так слышите все. Конечно, нормальный парень, чего он монстр? Он серьезный такой. Я его вижу, он такой серьезный, нахлобученный, такой деловой. Да, нормально. Да, просто мама мучает, потому что она его любит, и он как бы хочет доказать ей, что он крутой. Ну, нормально это все. Спасибо большое. Это все нормально, обычное дело. Я тоже, когда был молодым, я тоже на маму наезжал, там типа, там, что-то, что мама? Я тут такой крутой. Это все одно и то же, да, Господи. Это означает просто глупость человеческая. Молодые все глупые, они же не понимают, как правильно себя вести с родителями. Надо спокойно, как бы...